Девушки отдыхают Мы снова в одной лодке. Немного штормит и разбрасывает вещи, но убраться можно и потом. Сейчас нужно смотреть всем. Вглядитесь внимательно в картинку на экране у нашей вашингтонской корреспондентки. И вы там ничего не увидите. Разве что мельком, 25-м кадром. Потому что это тест на внимательность. Давайте возьмем крокодила. Нет, давайте лучше возьмем скунса, который в минуты опасности стреляет в самые ароматные эссенции в мире. Точно в новый костюм ведущего. На самом деле скунса ни в кого не стрелял. Просто его дрессировщик-тролль со своеобразным чувством юмора. И пузырьком с одеколоном в рукаве. Сегодня мы начнем увлекательный рассказ. Задом наперед. С того, чем обычно заканчиваем. Бурного триумфального финиша с ленточкой победителю, которая была так кстати. Здесь пригодится наша фирменная фраза. Концерт окончен. Точнее это было начало мощного барабанного соло. Но маленький ударник никак не мог установить правильную дистанцию между микрофонами. Потом все рухнуло и раздался глаз свыше. Но остается вопрос. Зачем нашим героям крутиться до полного изнеможения? Зачем ломать себя через штангу? Крушить через ворота? Сгибать через стул? Через стол? Зачем пережимать себя через двери? Хотя тут как раз все понятно. Лучше плохо ехать, чем ярко выпадать. Да, иногда сетевые неадекваты демонстрируют Потрясающую гибкость мышления и мышц. О, ма гай! Они ломают стереотипы, барьеры, прыжковые трамплины, бортики, кусты, и крепкую мебель. Кажется, еще чуть-чуть, и они явят миру истинное, честное, хотя немного широковатое и щекастое лицо. Поднимутся на недостижимую высоту, ухватятся за мечту и шезлонг, но нет. Фастфуд вкусняха. Да вот с ним любой экстрим несовместим. И все же наши герои смело распахивают двери в неведомое. Отчасти потому, что не могут удержать напирающую толпу голодных и падких на халяву пользователей. А еще они хотят, наконец, постучать и достучаться до всего мира. Хотя бы потому, что раньше не получилось докричаться. Если снаружи достучаться не получится, можно врезать изнутри со щенячьим азартом и восторгом. Понятно, что пес в своих действиях не самостоятелен. Им руководят умелые руки неадекватов манипулятора. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Этим снайперам очень важно попасть в тему. Газетные заголовки. В музей славы, хит-парад. Тумбу. Или в крайнем случае в голову. Так, чтобы самые стойкие упали ниц. А самые знаменитые и певучие обратили, наконец, внимание на позабытого шалуна. А то катаются себе по льду все эти звездные фигуристки, не обращая никакого внимания на скромного рассеянного хоккеиста. Что ему, бедному, делать? Вот так! Провалиться и свалиться? Но, увы, достучаться тоже, оказывается, надо уметь. Особенно в закаленной невзгодами и высокой температуре и бронированное стекло. А даже если не бронированное, попробуй достучись. Если собственная дочь закрылась в машине и откровенно наслаждается одиночеством. Ладно, если не к дочери, то хотя бы к пугливому коту достучаться в теории проще. Но ведь он убежит и спасибо не скажет. В отличие от воспитанного сцобакина. А вот невоспитанный сцобакин никуда не убежит. И на плохую попытку достучаться ответит хорошей попыткой покусаться. На вопрос, почему так трудно докричаться и достучаться, есть масса вариантов ответа. Кому-то попадается равнодушный юзер, который втыкает в гаджет. А этот отчаянный домохозяин просто забыл, что на одну кровать дважды нечего скакать. Вот и прыгают наши герои, никому не нужные и всеми забытые, в эпицентре чужого праздника жизни. И никто им не подаст руки. Даже наглый малец молодец. Ваня, давай! Но даже после неудачных попыток достучаться до других, сетевые неадекваты не оставляют попыток достучаться хотя бы до себя. И вот это у них получается ярко, забойно, ударно. Именно так будущие звезды проекта смотреть всем оставляют свое послание миру. Кто через почтовый ящик? Кто через адресную рассылку из рук в руки? А сделав дело, можно им на столбик запрыгнуть, облегченно вздохнув, улечься на гамах. или сесться на удобный стул на самой вершине успеха. Ведь достучаться не значит обязательно до головы. Вон героиня этого ролика с некоторым жизненным багажом, пусть и не спервы, но с третьей попытки таки до него достучалась. Добрый автовладелец не оставил барышню в беде и на дороге. А пока грузил ее вещь в багажник, обнаружил, что пассажирка скорее водительница и автомошенница. Потерял веру в людей и машину, а потом побежал в темное будущее. Был очень близко к провалу, но кто рискует, тот не пьет ничего. Победоносно брякнула молодая тусовщица. И не ест, поддакнул взрывной экстремал. Давай! Вот это поворот подруга. Невольно восхитился юный мастер шашковой аналитики, просчитав чужие ходы, но прощелкав свои фигуры. Женский лик, он многолик, вздохнула по поводу увиденного обитательницы шокирующей Азии. Но для водителя это был полный провал. Натужно крякнул владелец самосвала с высоты немалого опыта и разрушенного моста. Скочила на резвого конька. Зависливо хохотнул по поводу женского суперугона неловкий полуденный ковбой. Не на конька, а с коньком. Уточнил самый везучий в мире байкер, влетая в кузов попутного пикапа. И не сам, а вместе с невредимым мотоциклом. Да это же игра слов, ловлю на лету! Проявил хватку эмоциональный домохозяин. Какая ловля на лету! Какая игра слов! Один мат, и тот жесткий! Возмутилась чересчур приземленная гимнастка. Жесткий мат? Да ты поручни на твердость не испытывала! Прякнул со всей дури психованный паркурщик. Плохой был день. Простонала невезучая черлидерша, которую уронили с вершины успеха. Причем дважды за одну минуту. Ничего, скоро мяч будет на нашей стороне. Рано понадеялись на доброго полицейского футболисты потеряшки. Ну, мячи бросать не дел спецназа. Тут бы с гранатой управиться. Освоить мощный мушкет. надежно прикрыть друга, пока он наяривает что-то для души. И показательно заломать парочку злодеев. Разумеется, предварительно зарядив ружье и проверив экипировку, а то вдруг в самый важный момент съемки шнурок развяжется. Ладно, тяжело в учении. Зато на реальный вызов группы приедут быстро и сразу две. На этом тема бравых копов исчезает из кадра. И правда, ребят, хватит, мы же в эфире. нас не сломать. Разве что согнуть. Тем временем резюмировал гибкий экстремал. До ездились, хлопнула об траву артистка эквилибристка. И дозаправились, рассеянно пробормотал забывчивый водитель иномарки. Какой кошмар! Искренне ужаснулась увиденному юная зрительница. А рисковые отпускники уточнили, что это было страшно. Но почти победа. Все очень старались отличиться. одни на камеру, а другие на камеру и мобилку. И только наш папарацци просто хотел, чтобы наши зрители наконец видели то, на что можно и нужно смотреть всем. Установил всевидящее око и улетел в прекрасное далеко. Что ж, давайте последуем туда же. Тем более, что ехать-то недалеко. Навстречу приключениям. затору. Белому такси. Трезвому спортсмену. Спасибо за реакцию и позитив незнакомой прохожей. Увы, так везет не всем. Суровая весна входит в поворот и свои права. Медленно, но уверенно и жестко. С какой стороны не посмотри. Зима не просто ушла, ее унесло. Как последнего неуклюжего лыжника. Мороз лопнул. Как очередной безумный эксперимент британских ученых. Или даже как терпение харизматичной любительницы тату. из теплых ангаров выпорхнули первые вертолеты, чтобы вернуться в родные края. Но слегка заблудились и спросили дорогу у дальнобоев. А вот саночники наоборот сбились в стаи и стройными колоннами потянулись к выходу из тренда. Экстремалы бросили своих железных коней и верных друзей. Снег исчез настолько стремительно, что его пришлось завозить. В Ломске все наоборот. даже в суровые северные края. Привезли снега. Снега мало. Из потающих сугробов показались первые собаки. Истасковавшиеся по лету крокодилы нацепили солнцезащитные очки. А ближе к югу на водителей накатывает весеннее обострение. Да не просто накатывает, а наскакивает с топором. О-о-о-о! Вот это суровый таганрог. Эх, раззудись рука! Крутись руль! «Бой, душа!» О-о-о-о-о! Хотя, нет, все-таки еще рано. Возможность маневра пока ограничена гололедом и безумным народом, который лезет на обгон и прет на рожон. конечно, теоретически можно срезать по обочине и потихоньку краями пробраться к вершине успеха. Но это мечта подвластная единица. претендентов для объезда по крайней правой минимум два на каждый маневр. С объездом с правой с правой с правой с правой вот такая она пугающая сетевая реальность. Отличная от ожиданий кота, который мечтал обрести друга, а наткнулся на жуткое бездушное чучело и кончен бал. Погасли свечи, зажегся лазер, лопнули шары, вкалывают роботы, а нам пора испытать новые изобретения и острые ощущения, попробовав на зуб. Только чур не толкаться. Не испытывать наше терпение и не пробовать на вкус. Нашим папарацци в кадре никто не нужен. может они слишком уж суровы и эгоистичны, но... Как говорится, где родился, там и пригодился. Да, кстати, а где родился-то Николай Николаевич? Николай Николаевич, число, месяц, год рождения. 17-го, 08-го, 82-го. Где родился? 17-го, 08-го, 82-го. Где родился, место, где родился? Ну, там же и родился. Сегодня программа Смотреть всем обманет ожидания и покажет то, чего от нее не ждали. Мы присели на позитив, как кот на ежа. Позитив оказался крепким, непобедимым и 78-летним кремнем. Этот самый кремень победил молодого чемпиона. Мы спасли репутацию опозоренного фаворита. А потом снова ее уничтожили. Вытащили на свет Божий сетевых пакостников. И разоблачили ряд знатных троллей. В общем, понаделали мы немало. Потом присели, подумали и решили, что на это яркое безобразие просто необходимо смотреть всем. Мы снова отправляемся в путь. Горе тем, кто на этом пути встанет. Не пожалеем никого. Ни конкурента экстремала, ни собственного оператора. ни матерого свадебного фотографа, ни лыжного судью. А цель у нас благая. Подвал, мусорник и дерево. Многих зрителей задевает наше желание быть в центре событий. А еще их задевает прядь наших непокорных волос. Кое-кто оригинально просит не снимать лицо и подставляет пятку. Что поделаешь, ну вот такая у нас натура. если уж увлекаемся от того не замечаем ничего и никого. Отдаваясь любимому делу целиком и полностью. Не только сами пойдем, но и других за собой утащим, без сомнения и штанишек. Так принимайте же нас такими, как есть, шерсткой и морковкой. Но сегодня мы начнем наш разговор с темы серьезной и волнующей. Поэтому никаких подколок и насмешек. Смотрите сами, как журналисты творят добрые дела. Этого американского бульдозериста, выехавшего тушить лесной пожар, пламя непременно бы сожрало. Но он успел запрыгнуть в броне автомобиль наших корреспондентов за секунду до роковой вспышки огненного торнадо. Наши ребята спасли незадачливого землекопа. Вернулись на базу и сняли уникальный сюжет о финале армрестлинга, в котором огромный чемпион должен был победить 78-летнего силовика-ветерана. однако пожилой кремень не сдавался и в конце концов дожал фаворит. Этот поединок потряс всех и поначалу порадовал даже нелепую блондинку, которая только потом осознала, что свои деньги поставила не на того. Ну что ж, спасибо деду за победу. Старику от нас почет и торт. Но за этим праздником мы совсем забыли о трагедии соперника. Пожилой кремень победил великого чемпиона на глазах у планеты и над болью харизматичного лузера посмеялись все. Дед выставил его позор на показ. Так наверняка чувствовал себя подросток, которого тролль-отец впервые заставил заняться уборкой. Он хотел включить пылесос, но не знал как. Видел по телеку, как включают бензопилу и хотел также завести свой вакуумный агрегат. И лишь потом осознал всю глубину заблуждения. Не зря лесорубы говорят присесть на пенек одно, а прилечь об него совсем другое. Несмышленыши должны получить урок и отдачу от него. Ведь упасть в попытке оседлать быка ни разу не стыдно. Но когда вот так вот на ровном месте, это какой-то позор. И это тоже. То есть как бы была попытка что-то показать. Но нерешительная и явно нелепая. Нет, не подумайте, ничего страшного ни с кем не случилось. Просто стыдно вот так вот конфузиться на глазах друзей. Хотя где тут друзья? Разве друзья будут так демонстративно радоваться беде товарища и обещать выложить в YouTube? особенно противно ржал какой-то негодяй, потешавшийся над неудачей юного тарзана. Чемпион, проигравший деду в рестлинге. Он ведь тоже молодец, шел как орел. просто оступился разок. И вот что так радоваться? До победы оставалось полшага. Но тут на пути встали тролль, стул и попа врага. Супостаты перехватили мяч и пришло чувство одиночества брошенности и затерянности в космическом вакууме. Последний удар был хорош. Но победа не пришла. Подкрепление не прислали. Пронырливый шкет зевнул рикошет. Американский футбол закрыл кругозор. и пришел прохожим знак. Осторожнее, дурак! А побежденный вроде бы враг нанес ответный удар. А потом снова спружинил и сразил второго бойца. футбол И вот как быть в ситуации, когда у тебя отбирают самое дорогое? Как не озвереть и не наброситься на мистера сапоги? Конечно, хочется всех победить и поймать на борцуху, но есть другой путь. Это так называемый путь смелых, по которому пройти сможет не каждый, да и тот, кто пройдет, все равно упадет. Нужно опрокинуть все стереотипы, порвать шаблон, и если не получается лезть, тогда просто пройти по вертикали, усложнить задачу до предела, закрыть глаза на препятствия и тяготы, пройти по самому краю подобно отважному и слегка пришибленному пебезьяну, победить трусов себе и крокодилов лужи, добровольно сунуть руку в пасть врага, и та откроется от удивления, рвануть в воду, не зная броду, но при этом ни в коем случае не оглядываться и тем более не возвращаться, смело повернуться к ежу, но только лицом, а не попой. В общем, можно и нужно жить девизом «Наш паровоз вперед лети», сметая все на своем пути. попутно демонстрируя судьбе свои железные нервы, неубиваемый бронежилет и абсолютно паранормальные способности, открывающие двери в мир неограниченных возможностей. но существует еще один путь к победе обходной. Тот, кто не хочет преодолевать препятствия, может его запросто обойти, объехать, особенно если другого выхода нет, подкрасться к нему и напугать. А можно вообще не стартовать, просто разогнаться как следует и зависнуть на своей волне. В хитрости нет ничего зазорного, если она ведет к успеху и не важно на чем ехать. В принципе, можно на борде. Ведь он не роскош, а экстрим. Опасный шайтан. И даже средство передвижения для кое-кого толстого и находчивого. А если борда нет, можно использовать собаку и плыть сквозь бурь и грозы на этом маленьком плоту. Находчивость незаменимый инструмент для тех, кто идет к успеху и хочет отомстить слишком уж неторопливому и неповоротливому посетителю биотуалета. Или неуживчивой сварливой старушонки. Можно подбросить крупы и добавить работенки. Ты соседа подачи можно отдать под раздачу. Дождаться с работы, закидать бомбочками, а потом наслаждаться со стороны зрелищем под названием «Забытый ручник», «Невезучий мужик» и «Речной Титаник». Этот простенький ролик вызвал бурную реакцию сети. Находчивый зоолог дал всем краба. И краб по такому случаю открыл банку газировки. Вот это был двухочковый. Восхищенно выдохнул маленький баскетболист. И ему громко поддакнул большой наставник. И впечатлительной красотке ёкнуло сердечко. Динозавр тяжёлого рока перешёл в классику. Ошалевшая собака упала с дивана. У потрясённого прораба съехал крыхан. Любитель банановых коктейлей знатно громыхнул костями. Турист на лету словил бэкфлип. А зеваки, наблюдавшие за промышленным сносом здания, едва не словили кирпич. Добрый орнитолог тем временем накормил раз, два, три, ну короче, 38 попугаев. Предприимчивый житель амазонской глубинки открыл в джунглях прачечную на ножной тяге. А находчивый штангист вообще придал слову тяга совершенно новый смысл и ушёл непонятый и непобеждён. Харизматичный малыш посмотрел на эту ботву и улыбнулся. Мудро, не по годам, как отец. А отец воспользовался многочасовой истерикой своего закрытого в машине отпрыска, проверил шумоизоляцию авто, остался доволен и попутно победил в номинации весёлые и находчивые проекта «Смотреть всем». Смотрите сразу после рекламы «А судьи кто?» Как один арбитр ответил за базар. Салфиманы против кота закономерный исход неравной битвы. Триллер пила документальная версия. Фура дура и легковухи погремухи дорожный кошмар и автоугар. Пора взглянуть в лицо судьбе, спросить, а зачем футбольному арбитру спрей с пеной? И тут же получить ответ. Хотим мы того или нет, а технологии уже вошли в нашу жизнь и влезли под кровать. Мы не можем игнорировать этот факт, зато можем подстраиваться под новый тренд, соединяя дедовские методы и новую реальность. На первый взгляд это понятия несовместимые, как кирпич и бытовая техника. Или как та же техника и ход. А на второй взгляд даже белку можно превратить в коня, если правильно скрепить половинки целого. Говорят, новые технологии обезличивают общество, точнее делают нас всех на одно лицо, причем довольно страшненько. Но все равно без них никуда. Неченько. даже такие древние виды спорта, как хоккей на траве, гольф или бейсбол могут обойтись без самого важного. К примеру, без бит. но без новой технологичной тренировочной машинки спорт сегодня невозможен. То же самое с нынешней селфи-манией. Ее можно представить стубиной вместо палки. с улыбкой на фоне надвигающейся беды, с лебедем, который против того, чтоб фоткаться с очередным туристом, с волной, но уже без друзей и без самого автора. Или с автором, но без пиццы. Или с хитрым троллем, который снимает симпатичного, но слишком пухлого автора с невыгодного ракурса. Но как бы там ни было, любое селфи-дно. Если на нем нет кота. Ведь кот это наш Бэтмен. А Бэтмен это вам не Супермен, которого может затмить любая бабка. Я поглядела, его торчит. Кот он сам любого заткнет. И всемогущего йога-чародея. И хозяйку-акробайку. И танцовщицу-чаровницу. Кто-то скажет, что роль кота преувеличена. И вообще, рассказы о его могуществе утка. А мы поправим. Не одна утка, а сразу две. на этом селфи все. Едем дальше. Поездка не обещает быть легкой, потому что на пути у нас встанет фура дура. И пара легковушек погремушек. Мы хотели все снять красиво, с высоты птичьего полета, но один дрон увела та самая птица, а второй мы послали на помощь застрявшему аэроплану. Вооружили мотопилой, чтобы хоть этот выпилил любые препятствия и ветки. И не попал в западню. Но он тоже застрял. Смотрите сразу после рекламы. Тамада тролль и жениха боль. Кто и зачем превращает свадьбы, всхватки и свальбы? Адская невеста и ее мать. Что это было и зачем парня било? И тут мы включили свет. Яркие разоблачения наших корреспондентов. Вот так понемногу издалека мы подобрались к свадебной теме. Тихонько и сзади, словно опасный шалун, прибившийся к свадебному кортежу. Не всем понравилось такое проникновение в тему. По правде говоря, нашего корреспондента даже немного побили. Ну так о том и речь. Нас давно интересовал феномен свадебных драк. Явление это интернациональное и танцевальное. Есть свадебные драки по-арабски. по-кавказски по-мексикански по-казахски с женихом неадекватом в главной роли. Причем этот свои ссадины заработал честно на всю голову. Ну и естественно без русских драк в нашем обзоре никуда. Но нас интересуют не сами батлы, хотя этому крепышу треснули очень зрелищно. Наш вопрос почему именно здесь? И ответ на него дает южно-украинский тамадан. Ряжный под морячка Папая тролль выспросил у гостей главную причину возникновения свадебных драк. Сразу запрошу мужик служил? Что за войска? Мужик служил? Служил мужик? Служил? Пограничник красавчик. Где собака? Когда в одном месте собираются сотни малознакомых сильных мужчин с опытом боевой подготовки и желанием выпить за здоровье молодых жди беды. Красавчик отмазался молодец. Ну конечно кто-то скажет, что наше открытие баян. Ну так на свадьбе без баяна никуда. Как и без танца с любимой тёщей. А тем, кому надоела классика сюда. В душераздирающую историю о том, как невеста и её мать избили жениха. А мы добавим быстро сесть в кресло. ничего не бояться и смотреть всем. Как хитрая собака разносит хозяйскую обитель, думая, что сможет перевести стрелки на ни в чём не повинного кота. Мы вытащим на свет божий всех, кто пакостит в темноте. и скажем им привет. Пусть знают, что от нас не спрятаться и смотреть всем.